Приветствуем фанатов железного спорта! Этот выпуск железного топ-5 мы посвятили долгожителям бодибилдинга. Профессиональным атлетам, которые, несмотря на возраст, продолжают тренироваться и даже выступать. Мы провели голосование, вы сделали выбор. Осталось назвать победителей. Поехали! На пятом месте железного топ-5 Эд Корни, родившийся 9 ноября 1933 года. Сейчас Эду 81 год. Его соревновательная карьера длилась почти 30 лет, несмотря на ее достаточно позднее начало. Первое выступление для Эда состоялось в 34 года. С середины 90-х по нулевые Эд Корни выступает в мастерах 60+. В 1999 году, после Шварценеггер Мастерс, Эд переносит операцию на плече. Используемые препараты для сгущения крови вызвали инфаркт. Эд попадает в кому на небольшой период времени. Во время реабилитации приходилось передвигаться на инвалидной коляске, но уже после Корни вернулся к активному образу жизни и продолжил свои тренировки. Вот так выглядит Эд Корни сейчас. Видео с Олимпии 2014 года. А вот кадры с Олимпии, но уже 2011 года. На них прекрасно видно, что Эд находится в отличной форме для своего возраста. Занесенный в зал славы АФББ, атлет с большой буквы Эд Корни, 5-е место железного ТОП-5. На четвертом месте один из главных соперников Арнольда – Луфи Риньо. Луфи Риньо родился, как и Эд, 9 ноября, но уже 1951 года. В настоящее время Луу 63 года. Соревновательная карьера Луфи Риньо длилась чуть более 20 лет. И, похоже, ему не очень было интересно выступать дальше в мастерах, так как большую часть времени Луу тратил на развитие бизнеса и семью. Если не учитывать огромный спрос на услуги тренера. Сейчас, в 63 года, Луу посещает спортивные экспо, где продвигает Фериньо Фит, проводит семинары и продолжает тренировки в зале. Состояние его хорошей формы можно оценить на видео с вызовом Ice Bucket Challenge. Луфи Риньо – четвертое место нашего ТОПа. На третьем месте Александр Ешанькин. Несмотря на то, что Александр не является профессиональным атлетом, мы просто не можем не рассказать о нем. На официальной страничке Александра ВКонтакте и других информационных ресурсах мы не смогли найти информацию о месяце и дне рождения. Указан лишь 1952 год рождения. Сейчас Александру Ешанькину 62 года. Знакомство с соревновательным бодибилдингом произошло в 1989 году. До этого Ешанькин-старший немало лет отдал тяжелой атлетике. За плечами немало побед, в том числе и в Мастерах 50+. Сейчас Ешанькин-старший находится в отличной форме. На чемпионате России этого года Александр занял третье место в Мастерах 50+. Для своего возраста, наверное, один из лучших атлетов на мировом уровне. Впрочем, это уже не раз доказывалось. Второе место железного ТОП-5. Альберт Бекклс. Бекклсу принадлежал рекорд как наиболее активно выступающему атлету. Более 100 выступлений и 13 Олимпий за период соревновательной карьеры. Альберт Бекклс закончил карьеру в 64 года, за которую не раз входил в пятерку лучших на соревнованиях с выступающими атлетами на пару десятков лет младше. В свои 84 года Альберт хорошо выглядит и не прекращает заниматься спортом. Мы рекомендуем посмотреть выпуск энциклопедии бодибилдинга у нас на канале, специально посвященный этому атлету. Итак, пришло время объявить победителя. Первое место нашего ТОПа занял Фрэнк Зейн. Родился Фрэнк 28 июня 1942 года. Соревновательная карьера длилась почти 20 лет, после которой Фрэнк даже не думал заканчивать с тренировками. И еще долгие годы появлялся в журналах и видеороликах, демонстрируя прекрасную форму, находясь уже в солидном возрасте. Основным своим качеством спортсмен выделяет дисциплину, благодаря которой ему удалось добиться успеха. Конечно, годы берут свое. И как и Альберту Бекклсу, сохранять и поддерживать феноменальную форму трудно. Но если вы все еще думаете, что работа с железом гарантированно сделает вас инвалидами, просто посмотрите на Фрэнка Зейна, победителя этого выпуска железного ТОП-5.